Приветствую вас, многоуважаемые братья и сестры, друзья! Друзья, еще одну передачу мы посвящаем теме «Объяснение зла. Откуда же его столько в мире?» Ведь достаточно оказаться свидетелем даже одного невинного страдания, чтобы все существующие объяснения зла, а их много, показались плоскими и неубедительными. Зло. Творжество зла остается и для верующего в Бога человека, для верующего сознания страшным, необъяснимой тайной. И в этой тайне вера видит только два ответа. Вернее, не ответа даже, а два опорных пункта, две очевидности. Одна – это связь зла с тайной свободой, другая – образ страдающего Христа. То есть основополагающая для христианской веры опыт Креста, с пригвожденным на нем человеком, о ком мы говорим, что он Бог, в которого мы веруем. Давайте кратко остановимся на каждой из этих очевидностей и попробуем, как это нетрудно, их объяснить. Вначале о тайне свободы. Восстание против религии, борьба с ней ведутся обычно. Во имя свободы. То посмотрите, что же такое свобода, как невозможность выбора, а значит выбора как раз между добром и злом. Если человек не может выбрать зло, он не свободен. Если он свободен, не призрачно, а по-настоящему, он может выбрать зло. Так вот, христианство всегда утверждало и утверждает, что Бог сотворил человека абсолютно свободным. И именно эта свобода есть главный источник столь часто торжествующего в мире зла. В библейском рассказе о сотворении человека Адам выбирает зло, потому что он свободен. Но зло порождает зло, делается само источником зла. Иными словами, если Бог, как говорят, допускает зло, не препятствует ему, оказывается внешне как бы бессильным перед ним, то это потому, что он, создав свободное существо человека, раз навсегда ограничил свое всемогущество. Если бы человек не был свободным, он не мог бы свободно выбирать то добро, то красоту, то совершенство, к которым свободно призывает его Бог. Не мог бы быть другом Божьим. Но, будучи свободным, он может также свободно выбирать зло и быть после этого целиком за этот выбор ответственным. Вот такова первая очевидность, первое объяснение христианством тайны зла. Но объяснение это было бы не только неполным, но и ложным, не будь оно укоренено во второй очевидности, а именно в образе и опыте страдающего Христа. Почему именно крест? Именно крестные страдания Христа составляют сердцевину нашей христианской веры. Потому что тут, здесь, ответ самого Бога на торжество зла и одновременно начало, источник победы над злом. Упрощая докрайности, это можно выразить так. Если Бог раз навсегда ограничил себя свободой человека и потому не может разрушить зло извне, потому что это значило бы отнять у человека его свободу, то у Бога, Творца миров, любящего человека и желающего спасти его от зла, нет другого пути, как взять на себя страдания человека, принять на себя все зло мира и изнутри разрушить его своей любовью. Вот последняя тайна христианства. Мы читаем об этом у пророка Исаии в 53 главе 4 по 6 стихи. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он был наказан за наши грехи и ранами его мы исцелены». Весь добро, весь любовь, весь беззащитность Христос свободно отдает себя власти зла. Ненависти и злобы. На этом одном человеке, про которого предающий его Пилат говорит, «Я не вижу в нем никакой вины», на этом одном человеке сосредотачивается все зло мира, вся его ненависть. «И, видимо, в том весь смысл страданий Христовых, что ни разу, нигде, никогда не отвечает он на зло злом, на насилие насилием, на ненависть ненавистью. Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И вот в этом мире, полном страдания, злобы и ненависти, живет неистребимо образ распятого. И наша вера знает, что он участвует в каждом страдании, состраждет всякому страждущему, стоит у каждого мучения. Зло, видимо, торжествует, внешне торжествует, «Но тем, кто спрашивают меня, как же молчит, как допускает все это ваш Бог, я могу указать на крест, на распятого на нем Бога и на слова Евангелия о том, как в ночь перед своей смертью Христос начал скорбеть и тосковать». Об этом написано в Евангелии от Матфея, 26 главе, 37 стих. И, как мы видим, не остается Бог безучастным к нашему страданию, но входит в Него и принимает Его. И потому так часто именно страждущие находят Бога. встречают Христа и верят в Него. И, найдя, не спрашивают, где же Бог, потому что знают, Бог рядом, во мне, дающий мне силы нести крест, а значит, само страдание и даже зло притворять в победу добра. Не странно ли? Всецело благополучные, всем обладающие, слишком часто не чувствуют Бога. но достаточно человеку прикоснуться к страданию, освободиться от призрачного земного счастья, как начинается его встреча с Богом. потому что Христос, взяв на Себя все человеческое страдание, притворил его в путь к Богу и в полную победу над злом. Субтитры создавал DimaTorzok